А вы знаете, что выйдет на нашем канале завтра? Первый выпуск нашей новой рубрики «Маленькое интервью с большим человеком». И первым нашим гостем стал известный музыкант, актер, телеведущий, композитор, имя которого вы узнаете завтра. А сейчас к новостям. Японцы представили новые беспроводные наушники, названия которых я даже не буду пытаться произнести, внимание на экран. Особенность модели в том, что излучатель не прилегает к уху, а находится на некотором отдалении, тем самым не создает ощущение затычки. 16-мм драйверы настроены таким образом, чтобы направленно передавать широкий частотный диапазон прямо в ухо, но без контакта с сушной раковиной. Модель ориентирована на людей, ведущих активный образ жизни. О чём нам свидетельствует защита от влаги и специальное крепление. Стоит отметить, что это не первая попытка создать девайс подобного рода, но предыдущие успехом не увенчались, так как страдали в первую очередь низкие частоты. Sony утверждают, что решили эту проблему. А как? Секрет фирмы. Да это же баян! На прошедшей выставке в Барселоне Velodyne показали новые устройства пытки соседей. В смысле две новых линейки сабвуферов. Deep Wave и VQ. В первую вошли два относительно компактных ящика с 10-ти и 12-ти дюймовыми драйверами, направленными вперёд дополненными пассивными радиаторами. Стоит отметить, что точная настройка под помещение осуществляется при помощи фирменного приложения iWoofer. Что же касается VQ, то тут уже три модели. Все закрытые ящики с карбоновой мембраной 10, 12 и 15 дюймов, способны выдавать звуковое давление до 120 дБ, а встроенный усилитель класса D способен разогнаться до 1200 Вт в пике. Если давно мечтали познакомиться с соседями, берите пару таких малышей, наваливайте что душе угодно и ждите с распростёртыми объятиями. Он просто издевает. Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции. Celestion или Celestian, кому как больше нравится, таки запустил в мировую продажу свой новый динамик для гитарных усилителей, анонсированный ещё в 2021 году, особенностью которого стали диффузоры из волокон конопли. И выбран этот материал был исключительно из-за его тонального характера, а не из-за того, что вы могли подумать. И это хорошо! Хотя после предыдущего выпуска с кактусами я уже ничему не удивляюсь. Наверное, в следующем выпуске буду рассказывать про виниловую пластинку из лопуха. Фу! Компания BenQ представила новый проектор. Кому интересно, подробные характеристики мы нарисуем где-то вот здесь, здесь или здесь. Значит, особенностью стала встроенная аудиосистема с дисперсией на 360 градусов, способная изменять характеристику направленности в зависимости от места просмотра. Грубо говоря, неважно, где стоит ваш проектор, сбоку, спереди, сзади, вы всегда будете слышать объёмную звуковую картинку. Честно, я весьма скептически настроен, когда производитель заявляет, что маленькая коробочка будет играть ну прям супер-супер-супер-супер-супер-супер-супер круто. Но, как показывает практика, негабаритные гаджеты уже не раз меня удивляли. Поэтому скепсис в сторону надо слушать. У нас тут неожиданно новинка, прям вот только что к нам прилетели свежие наушники от Soundcore. Это новая модель Liberty 4, которая не только отлично звучит, но ещё и мониторит сердечные сокращения. В общем, пока я вам их не отдам, но в салонах они уже доступны. Но будьте уверены, что в одном из ближайших видеороликов на канале мы их точно разыграем. Поэтому есть смысл не пропускать наше новое видео. Чего нового в наших салонах? В Екатеринбург приехали свеженькие Davis Acoustics Krypton. Причём и поменьше, и побольше. Слушайте и наслаждайтесь. В Воронеже появился сетевой проигрыватель YBA Heritage. Звонкие и красивые The Funk приехали в Пермь, а в Санкт-Петербурге вас будут ждать усилители Parasound и Electrocompanit. Запись на прослушивание на нашем сайте и по телефону. Эстафету наших мастер-классов подхватывает Ростов-на-Дону, где уже в эти выходные, а именно в субботу 11 февраля, состоится очередной мастер-класс. Приходите, регистрация на нашем сайте. Милую пластиночку B2. Из предыдущего ролика получает автор вот этого комментария. А 6 февраля 1962 года родился Экзел Роуз, вокалист группы Guns N' Roses. Их-то пластиночку мы и разыграем в этом выпуске. Условия, как всегда, неизменны. Лайк, подписка, колокольчик и любой комментарий под этим видео. Ну а на сегодня новости всё. Удачной рабочей недели. Всем хай-фай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова